МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Около трех тысяч подростков трудоустроить в Самаре этим летом. Как еще будет организован досуг детей на каникулах, обсудили на совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Мастер-классы для детей и праздничные шествия «Мы вместе!» Как столица региона встретила ночь музеев 2022. Жизнь маленького человека в большом городе. В Самаре прошли бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии, о чем рассказали жителям и гостям областного центра. За несколько дней до лета в Самаре на каникулах трудоустроят около трех тысяч подростков. Главным образом работы обеспечит ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Желающие могут отправиться в лагеря. Двери распахнутся для шести тысяч детей. Тех, кто останется в городе, ждут культурные развлечения и спортивные активности. Об этом говорили на совещании с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Обо всем подробнее в нашем сюжете. К лету готовы. В этом году в загородных лагерях Самары, таких как Арго, Заря, Золотая рыбка, Салют-2, Авангард Самары, в центре дзюдо «Мужество» и в Олимпе отдохнут почти шесть тысяч ребят. Об этом говорили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. На этой неделе завершается приемка учреждений. Оздоровительные лагеря откроют свои двери первого июня. Каждый из них примет по пять-шесть смен за каникулы. Санитарно-эпидемиологические требования у нас выполнены. Корпуса и столовые оборудованы необходимым количеством рециркуляторов. Медкабинет оснащен бесконтактными градусниками и декаментами в полном объеме. По антитеррористической защищенности организована круглосуточная физическая невооруженная охрана. Имеется кнопка вызова группы быстрого реагирования, система контроля и управления доступом. Те, кто в лагере не собирается, могут с пользой для здоровья провести время в городе. На лето в Самаре запланировано 13 общегородских физкультурных мероприятий. 12 июня пройдет «Королева спорта». Легкоатлетический марафон запланирован на 21 августа. Горожан ждут «Золотые пески Самары» и турнир «Тюленево». В городе пройдет 38 различных соревнований. По легкоатлетике, спортивному ориентированию, конному спорту, велоспорту. Общий охват – 4,5 тысячи человек. Продолжается развитие акций «Приходи на пляж, поиграем» и «Самара в движении». На набережной будут проводиться бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, фитнесу, парковому волейболу. На площади Куйбышева установлено мини-футбольное поле с искусственной травой. Организованы площадки для стритбола и для игры в городки. На второй очереди набережной и в парке Гагарина будут созданы оборудованные места для физкультурных занятий, которые будут проводить фитнес-центры и спортивные федерации. Этими активностями планируют охватить до 20 тысяч человек. Из нового, что мы в 2022 году запускаем, это федеральный проект «Стань чемпионом». Он у нас будет реализовываться на базе нашего учреждения «Ладья». Данный проект предполагает проведение бесплатного тестирования детей в возрасте от 5,5 лет до 12,5 лет и призван помочь определить их предрасположенность к занятию тем или иным видом спорта. Записаться на тестирование можно будет на сайте sportchampions.ru. Одна из главных задач городских властей на лето – трудоустройство подростков, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. В этом году планируют обеспечить работу около 3000 несовершеннолетних. Они могут трудиться подсобными рабочими, уборщиками территории и помощниками садовода. Город заключил соглашение о трудоустройстве со 131 организацией. Среди них 12 промышленных предприятий, таких как «Авиакорт», «Трикотажная фабрика», «Завод приборных подшипников», «Государственные и муниципальные организации», «Ботанический сад», «Военный комиссариат», «Центр соцобслуживания населения». Уфинансирование временных рабочих мест для несовершеннолетних предусмотрено в рамках наших муниципальных программ, в рамках программы «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений». Общий объем средств из городского бюджета на сегодняшний день составляет 8 миллионов 791 тысяча 600 рублей. По сравнению с 2021 годом увеличение на 408 тысяч рублей. Все подростки будут трудиться от 8 до 10 дней и помимо заработной платы получат материальную помощь более 2,5 тысяч рублей. Летом продолжат работу муниципальные музеи, они будут проводить экскурсии на базе своих уже существующих экспозиций, а также новые фестивали, мастер-классы, интерактивные развивающие программы. Коллективы городских школ искусств планируют выезжать в школьные лагеря со своими программами о музыкальном искусстве, спектаклями и музыкальными гостинами. Этими активностями планируют охватить более 57 тысяч человек. Виктория Шара и Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе 388 574 человека. Такие данные в понедельник 23 мая опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 98 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 374 472 пациента. Тем временем в Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Проверяют не только пассажиров, но и кондукторов и водителей. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Не снижая темпы объема проверок, в Самаре проходят традиционные рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Повышенное внимание уделяется крупным транспортным развязкам. В начале текущей недели межведомственная группа начала работу с остановок, автобусов и трамваев возле самарского филиала Третьяковской галереи. Представители профильного департамента и компании-перевозчика напоминают пассажирам, что маски нужно надевать еще до входа в трамвай, автобус, троллейбус или метро. Необходимость пользоваться средствами защиты органов дыхания регламентируется специальным постановлением губернатора, который действует до сих пор. Контроль охватывает маршрутную сеть во всех внутригородских районах и организуется в усиленном режиме. «Ежедневно с утра и до вечера, охватывая и пиковые часы, и межпиковое время, мы проверяем все виды транспорта. Эта работа будет продолжаться вплоть до отмены масочного режима, поэтому в очередной раз напоминаем, находясь в транспорте, носите маску. Это нужно, чтобы сохранить вашу жизнь, ваше здоровье, а также жизни и здоровье окружающих». Маску необходимо надевать еще на остановке и не снимать всю поездку. При этом маска должна плотно прилегать к лицу, защищая рот и нос. Это также касается кондукторов и водителей. Исключение, если водительская кабина изолирована от пассажирского салона. Однако даже в этих случаях персонал перевозчиков нацелен на ношение маски от начала и до конца рейсов. Необходимый комплект персонал предприятий перевозчиков получает ежедневно перед сменами. Ко всему прочему, в Самаре продолжается ревакцинация от коронавируса и сотрудники транспортных предприятий регулярно прививаются, помня о безопасности пассажиров и бесперебойной работе муниципального транспорта. «Наряду с пассажирами, наш личный состав, мы следим за их здоровьем, потому что, ну, конечно же, они у нас все возрастные, нам хочется, чтобы и пассажиры, и личный состав были здоровы и выходили на линию, потому что от того, как они здоровы, зависит наш выход на линию». Большинство горожан с пониманием относятся к масочному режиму в транспорте. «Нормально, я как-то уже привыкну к нему. Но пока люди заражаются, поэтому пока можно носить. Потому что коронавирус еще не закончился, он также гуляет по всей стране. Безопасность превыше всего». Контролеры сначала предлагают надеть маску тем, кто едет без нее. Если средства защиты у пассажира нет, нередко масками делятся попутчики, кондукторы или водители, чтобы не задерживать транспорт. Того, кто пренебрегает постановлением губернатора и требованиями регионального Роспотребнадзора, могут высадить из салона и выписать протокол об административном правонарушении. Таких материалов оформлено уже 2036, начиная с сентября 2020 года. В том числе в этом году в суды направлено 1057 протоколов. Еженедельно этот список пополняется. Так 22 составили только за минувшую неделю. Участники межведомственной рабочей группы напоминают, за нарушение предусмотрены штрафы для физических лиц до 30 тысяч рублей за первое нарушение и до полсотни за рецидив. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Пешие экскурсии, мастер-классы для детей и праздничные шествия «Мы вместе». Прошедшая ночь музея в Самаре стала настоящим культурным праздником для жителей и гостей города. Большинство площадок посетила глава города Елена Лапушкина. О том, почему акция этого года точно запомнится надолго, расскажет Михаил Ермоленко. Больше 50 уникальных площадок, у каждой своя атмосфера и экспозиция. По традиции, акция «Ночь музеев» началась с программы для детей. Так, например, в детской картинной галерее юных посетителей ждала не только выставка, но и мастер-классы. Резьба по дереву и бумажное ателье, в котором делали кокошники и другие детали русской национальной одежды. Много интересного приготовили экскурсоводы и для взрослых. В малых залах особняка Клотта открылись несколько экспозиций. В одном помещении – графика Александра Любимова, в остальных – этюды других самарских художников. Жемчужиной выставки стала экспозиция с названием «Прокуйбышев с любовью». Она перенесла посетителей в эпоху 60-х-80-х годов прошлого века со всеми ее атрибутами. Начало про теплое и открывающее как раз двери в тот самый мир, эмоциональный. Очень реагируют эмоционально все посетители. Ностальгическое настроение у старшего поколения, дети очень много задают вопросов, диалог семейный состоится обязательно. А вот, например, экспозиция самых разных чеканок – картин, выполненных из металла. Они – один из самых главных атрибутов советской квартиры той эпохи. Чеканку делали штамповкой, вот эта штамповка, а это ручная работа. И вот все остальные чеканки – это ручная работа. И они очень отличаются по качеству. Есть штампованные чеканки, видите, тут рисунок прорисован. А здесь вот каждый орнамент, вот каждая точечка орнамента, она видна. В музее Эльдара Рязанова посетителей ждала как основная экспозиция, рассказывающая о жизни великого кинорежиссера, так и много нового. Кинопоказы под открытым небом и пешая экскурсия – самарские страницы Эльдара Рязанова. В военно-историческом музее Центрального военного округа посетители могли увидеть передвижную походную выставку и знаменитые ретроавтомобили. Работали не только музеи, но и разные творческие пространства, такие как Дом 77 и 8 студий. Некоторые площадки акции посетила глава города Елена Лапушкина. Практически 24 музея открыли свои двери для всех посетителей, для всех желающих приобщиться к этой замечательной акции. Кроме того, работают больше 50 творческих площадок. Замечательный день, он очень яркий, он очень насыщенный на много культурных мероприятий. Это замечательное совпадение, когда мы можем и свои музеи, и свои улицы, и свои творческие силы показать не только для жителей, но и для наших гостей. В 5 часов вечера перед началом основной программы «Ночи музеев» по улице Куйбышева в праздничном шествии мы вместе прошли участники Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Рука об руку маршировали команды всех 85 приглашенных регионов. Ярким штрихом карнавального шествия были музыканты, барабанщики и духовые оркестры. Кроме того, на маршрут выехали ретро-автомобили. Всего больше 2000 самарцев и гостей города приняли участие в масштабной акции. Замечательное явление, когда все вместе. Тогда легче жить, легче планировать будущее. И настроение, конечно, замечательное, благодаря тому, что мы вместе. Тема «Ночи музеев» в этом году – мода на традиции. Поэтому главными участниками шествия стали представители многонациональной Самары. Каждый из них в собственных национальных нарядах и с музыкальными инструментами. Музыкальный инструмент, духовный инструмент – это таджикский, узбекский музыкальный инструмент. Называется карнай. Это долл, допал. Скажите, он тяжелый вообще в нем? Она весит всего лишь полтора-два килограмма, но дуть – это очень тяжело. Всего лишь пять ритмов есть. Уже после карнавальное шествие завернуло на площадь Куйбышева, чтобы со сцены поприветствовать жителей и гостей города. Начался праздничный концерт и основная программа «Ночи музеев». Михаил Гермоленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Одной из ярких составляющих «Ночи музеев» стала акция «Басы на балконе». Вместе с жителями и гостями города оперное пение на улице Куйбышева слушала глава Самары Елена Лапушкина. Как появилась идея петь арии с балкона гостиницы, расскажет Светлана Кудрявцева. Высокое искусство для широкой публики. Басы на балконе – теперь уже традиционная акция. В Самаре она появилась, чтобы возродить городскую легенду. Считается, что в начале прошлого века великий русский бас Федор Шаляпин на балконе гостиничного номера давал импровизированный концерт. Эта легенда очень красивая. Нет, к сожалению, никаких документальных подтверждений, что действительно Шаляпин выходил и пил с балкона. Но нам, эта команда проекта в модерн облаках, нам очень понравилась эта история. И мы решили, что легенду было бы неплохо оживить. Третий год в Самаре реализуется этот проект. В этот раз жители и гостей города радуют своими голосами солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Михаил Гужов, солист Самарской филармонии Антон Степанов и солист Самарского театра оперы и балета Георгий Шагалов. Я считаю, что это без сомнений очень важно, поскольку высокое искусство также нужно нести в массы, не побоюсь этих красивых и высоких слов. И, ну, как показывает опыт прошлого концерта, самарцы это принимают очень хорошо и тепло. С балкона прозвучали арии из опер Бородина, Мусоргского, Чайковского и других композиторов, а также известные русские романсы и народные песни. Многие из этих композиций в прошлом веке исполнял Федор Шаляпин. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. О любви, о нравах, о традициях, о торговле и бурлаках, о пути наверх маленького горожанина. В рамках акции «Ночь музеев в Самаре» традиционно организовали бесплатные экскурсии, как пешеходные, так и автобусные. В частности, жители и гости города узнали о том, как сто лет назад обустраивали свой быт самарские мещане. На экскурсии в необычном формате побывала Светлана Кудрявцева и готова поделиться подробностями. Сто лет назад Самара была не только купеческим городом, как это принято считать, но еще немного дворянским и мещанским. Городские обыватели, ремесленники и мелкие служащие до революции были самым многочисленным сословием Самары. Чем они жили, как одевались, о чем переживали и на что жаловались властям, рассказывает слушателям доктор исторических наук, преподаватель Самарского университета Зоя Кобозева на бесплатной пешеходной экскурсии «Мещанские истории». Это уникальная, совершенно научно-исследовательская такая тема, которая малоизвестна, которая рассказывает о традициях города, в котором в божественной и правительственной воле Екатерины II было создано городское общество. И вот про историю этого городского общества, про историю людей, их нравов, обычаев, я и поведу рассказ дальше, перемещаясь от лекционной площадки к лекционной на улицах до самой кирхи. Формат пешеходной экскурсии нестандартный. Это скорее мини-лекция в городских декорациях. «Потрясающая экскурсия. Огромное спасибо вообще и организаторам, и тому, что проводятся такие мероприятия. Поэтому глаза горят. Очень чудесно, что много людей, несмотря на погоду, несмотря на то, что, знаете, большое количество мероприятий, хочется посетить и одно, и другое. Очень-очень интересно. Спасибо большое». В рамках акции «Ночь музеев» для горожан и гостей Самары организовали бесплатные пешеходные экскурсии по 35 маршрутам. Слушатели узнали об архитектурном облике города, знаковых исторических местах, о религиозных зданиях и тыловых буднях запасной столицы. Для удобства всех желающих курсировали бесплатные экскурсионные автобусы. «Я приехала в отпуск. Я первый раз в Самаре, и хотелось посмотреть город. И когда я готовилась к поездке, обычно готовлюсь, вот я узнала, что будет такая интересная программа «Ночь музеев». И, естественно, сначала хотелось посмотреть город. И, собственно, я села в этот автобус, я уже проехала почти весь маршрут. Очень интересно. Можно и послушать экскурсию, и пофотографировать. Мне очень понравился город. Действительно, могу рекомендовать всем, кто хочет увидеть настоящее купеческое Поволжье и всю эту архитектуру, сюда к вам приехать». Экскурсионные автобусы для «Ночи музеев» запустили в прошлом году, и такой формат оказался востребованным. В этот раз прокатиться в сопровождении аудиогида можно было от Самарского филиала Третьяковской галереи до площади Дзержинского. Автобусы доставляли желающих к основным точкам акции. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Также в дни акции «Ночь музеев-2022» на пересечении улицы Ленинградской и Куйбышева работал информационный центр. Консультанты помогали жителям и гостям города выбрать экскурсию, разобраться с маршрутом. Рассказывали об акции. Подробнее в материале Юлии Василькиной. Более 50 площадок в течение трех дней работали для жителей и гостей города. Программа «Ночь музеев-2022» оказалась обширной и представила посетителям право выбирать маршруты по душе. Узнать подробнее о концертах, пешеходных и музейных экскурсиях помогали работники информцентра. Житель Самары Семен Шумилин в дни акции решил посетить областной художественный музей, детскую картинную галерею и музей почты. Для того, чтобы составить маршрут, обратился в центр. «Посмотрите, я даю вам буклетик, в нем будет написано, какие музеи, выставки, образовательные центры работают. Потом у нас еще входят шаттлы, автобусы бесплатные, с трех до полдвенадцати ночи. Они будут ходить и разводить по музеям». «Очень информативно, наглядно показали на буклете, дали информационный буклетик, наклеечки. То есть, показали, что-то как ходит, как до куда добраться. В принципе, интересно. В плане того, что даже не потеряюсь». В информцентре бесплатно выдавали карту акции «Ночь музеев-2022». 21 мая улица Куйбышева была пешеходной. Жители и гости областного центра часто обращались за помощью к волонтерам. «С самого утра, вот с момента открытия, поток людей не прекращается. Все идут, все берут программки, всем интересно. Очень много родителей с детьми подходит спрашивать про детские программы, есть ли где-то какие-то мастер-классы». Экскурсии, концерты, интересные встречи для детей и взрослых. «Ночь музеев-2022» оставила массу ярких впечатлений. А удобная навигация помогла гостям и жителям региональной столицы посетить сразу несколько точек. Юлия Василькина, Григорий Пляшаков, События. И еще об одном масштабном событии, который уже подходит к завершению. Один из номеров, который исполнили в рамках фестиваля «Всероссийская студенческая весна», попал в Книгу рекордов России. В воскресенье на самой большой площади Европы Куйбышева одновременно танцевали несколько десятков народных ансамблей. Сколько артистов кружились в танце, подсчитали эксперт Книги рекордов и наш корреспондент Сергей Кизоркин. «Сергиевские сувениры» в предвкушении рекорда России танцевальный ансамбль из Самарской области готовится к флешмобу на площади Куйбышева. Сценарий выступления организаторы студенческой весны прислали накануне. Осталось от репетирования движения до автоматизма. «В определенное время собираются коллективы и все репетируется, и потом снимается видео рекорда». «Сибирские снегурочки» боялись во время установления рекорда замерзнуть. В Новосибирске сейчас уже жара, а в Самаре прохладно. О вращении усиливает чувство холода, рассказала худрук ансамбля Ольга Федоскина. Однако от участия в установлении рекорда России сибирячки не отказались. «Здесь ветер раз, потом в народном танце, когда вращения идут с открытыми руками, идет приток и холодный воздух. Здесь вот это может несколько помешать, но я думаю, ребята справятся». Во флэш-мобе участвовали более 20 творческих коллективов со всей России. Представитель Книги рекордов России насчитал почти пять сотен желающих. Это рекорд страны по одновременному исполнению народного танца с вращением. Мне очень понравилась, честно говоря, вся красота, насколько вы четко все движения отточили, отрепетировали. «Рекорд самое массовое вращение в народном танце в России с результатом 484 участника объявляю официально зафиксированным». Ура! Поздравил с рекордом студенческой весны участника флэш-моба губернатор Дмитрий Азаров. «Я очень рад был увидеть, и поверьте, это потрясающее зрелище. Это было очень красиво, это было впечатляюще. Это, конечно, еще и еще раз подчеркивает, насколько вы все талантливы и красивы. Это еще раз подчеркивает, какое же есть единство в нашей многонациональной и великой стране. И вы воплощение сегодня этого единства». После установления рекорда участники флэш-моба радовались этому событию как дети. «На всю жизнь, наверное, запомнится, как мы вращались и кружились, и солнышко выглянуло. Да, очень замечательно. Было волнение, конечно, но мы справились». Сергей Кизуркин, Григорий Плешаков, События. В Самаре стартовал конкурс на выбор подрядчика, который сделает проект для реконструкции загородного парка. Ему предстоит спроектировать пешеходную зону вдоль пляжа. Ее протяженность составит чуть менее половины километра, следует из документов закупки. В обновленном парке будет много новинок – экотропа, беговая и велодорожки, три детские спортивные площадки, скалодром, горка для тюбингов, две парковки на 60 и 90 машин и мест и многое другое, что порадует жителей Самары. Провести реконструкцию парка планируют в 2022 году. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС», обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. 23 мая в Ледовом дворце спорта состоится церемония закрытия юбилейного 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта, информирует своим телеграм-канале «Городскую Дептранс». По окончании мероприятия к остановке общественного транспорта, дворец спорта и цирк в 21.30 подадут автобусы маршрутов 1, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67. В администрации Кировского района состоялось праздничное мероприятие для выпускников детей-сирот по случаю окончания школы. Ребят поздравили заместитель главы района и сотрудники опеки и попечительства, вручили им сертификаты и выразили слова благодарности родным и близким воспитанников. Фотоотчет можно посмотреть в телеграм-канале администрации Кировского района. А в телеграм-канале администрации Самары напоминают, что до 30 мая этого года можно проголосовать за преображение своей любимой территории. Благоустройство объектов проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. К примеру, сквер-академика Кузнецова является популярным местом досуга молодежи, родителей с детьми и людей пожилого возраста. Согласно проекту, здесь планируют восстановить пешеходные дорожки, построить площадки для отдыха, установить опоры освещения. Свой голос за территорию можно отдать на платформе 63.городсреда.ру. Открытие дачного сезона – повод вспомнить о правилах безопасности на участках, напоминают в телеграм-канале администрации Красноглинского района и публикуют для жителей города памятки, которые помогут отдыхающим безопасно и комфортно чувствовать себя на природе, а также рассказывают, о чем необходимо позаботиться, если вы приехали на дачу с малышом. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова